Добрый вечер, 20.00 в столице Украины. Начинаем итоговый выпуск сегодняшних новостей. И сегодня подробно остановимся на таких событиях в программе «Наше время». Циничный ракетный удар российских войск по густонаселенному району Чернигово. Последствия атаки. Все вылетело. Окна вылетели. Видите? И балкон. У всех такое. Совещание Совета Украина-НАТО экстренно соберется в пятницу. Противовоздушная оборона Украины – одна из основных тем. Охота на авиацию противника. Как, благодаря портативным зенитным комплексам, украинские военные создают эффективные засады для российских самолетов и вертолетов? Это, знаете, как охота. Иногда приходится месяцами ждать, чтобы уничтожить. Кроме основного помещения, 10 вспомогательных. Санузлы, склады, подъемник для людей с инвалидностью и система очистки воздуха. Под Харьковом завершают строительство укрытия, в котором смогут разместиться 400 человек. Это действительно важно, потому что дети уже соскучились по общению, соскучились по учебе. Сегодня утром российские силы нанесли ракетный удар по Чернигову. В результате этой атаки погибли по меньшей мере 17 человек. Более 80 получили ранения, трое из них – дети. Также повреждено несколько гражданских объектов. Одно здание частично разрушено. Под завалами могут находиться люди. На месте продолжается спасательная операция. Все подробности далее в сюжете. Тремя ракетами «Искандер» по густонаселенному району Чернигова. В утренний час пик российские войска нанесли удар практически по центру города. Вследствие российской атаки повреждено здание социальной инфраструктуры, больница, высшее учебное заведение, четыре жилых многоэтажки и десятки автомобилей, сообщили местные власти. Счет погибших и раненых уже идет на десятки. Среди пострадавших есть дети. Все вылетело. Окна вылетели. Видите? И балкон. У всех такое. Слава богу, нас не было в квартире. Все это будет восстановлено. Самое страшное, что погибли люди. Их уже никто не вернет. Я еще не совсем пришла в себя. Я еще не до конца осознала, что произошло. Самое главное, что мой ребенок в это время находился в подвале в школе. Они успели вовремя добраться до убежища. Российскую атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, трагедии можно было избежать. К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО, если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной. Поддержка имеет огромное значение. Украинской решительности достаточно. Нужна достаточная решительность партнеров и достаточная поддержка, которая будет отражать ее. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. После российской атаки Черниговский областной центр крови сообщил о нехватке доноров. На призыв сразу же отреагировали неравнодушные. Желающих помочь было так много, что через час после публикации сообщения удалось закрыть всю потребность. Городские власти объявили 18 апреля в Чернигове днем траура по погибшим впоследствии российского ракетного удара. В Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировали на российский удар по Чернигову. В эстонском ведомстве отметили, что силы обороны Украины смогли бы отбить ракетную атаку, если бы страны-партнеры Киева предоставили все, о чем просит украинская сторона. Потребность Украины в системах ПВО и снарядах обсудят на заседании Совета Украина-НАТО 19 апреля. Дату сообщил генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг. Также он заявил, что странам-членам НАТО необходимо тратить больше на военную помощь Киеву, даже если придется сократить расходы на собственную оборону. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Столтенберга за его позицию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты. Проинформировал Йенса об утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики. Мы также обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. В Брюсселе проходит встреча лидеров государств Европейского Союза. В столицу Бельгии прибывают премьер-министры и президенты 27 стран-членов ЕС. На повестке дня экономика, ситуация на Ближнем Востоке, но главной темой остается помощь Украине. В Брюсселе работает специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов. Виталий, тебе слово. Да, вот буквально несколько минут назад стартовал внеочередной саммит лидеров Европейского Союза. Это последняя встреча в таком формате перед выборами в Европейский парламент. И прямо сейчас эту встречу должен открывать президент Украины Владимир Зеленский. Это такая традиция, он выступает уже на каждой такой встрече, он ее открывает. Одна из центральных тем это обсуждение того, как усилить противовоздушную оборону. Именно об этом в приглашении на саммит писал президент Европейского Совета Шарль Мишель. Мы будем реагировать на постоянные атаки России на украинское гражданское население и критически важную инфраструктуру, в том числе в энергетическом секторе. Это подчеркивает безотлагательность усиления нашей военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны. Шарль Мишель, президент Европейского Совета, в письме к членам Европейского Совета. На кануне заседания этого Европейского Совета украинский президент обращался к мировым лидерам, он призывал помочь защитить украинское небо. Особенно эти призывы были активны на фоне участия ряда стран в отражении воздушной атаки, недавней атаки на Израиль со стороны Ирана. И накануне встречи лидеров Европейского Союза вопрос того, как усилить украинское ПВО, обсуждали и на уровне министров иностранных дел стран ЕС. И запланировали обсудить его на уровне министров обороны уже на следующей неделе. Но уже вырисовываются некоторые решения. И об одной модели того, как можно защитить украинское небо, рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Есть два абсолютных приоритета, один из них — снаряды. И здесь помогает чешская инициатива. Мы тратим 250 миллионов на эту инициативу, чтобы доставить в Украину до одного миллиона снарядов. Но главной проблемой на данный момент, я думаю, после снарядов должна быть ПВО. Есть самолеты F-16 и Датчане, мы и другие работаем над этим. Но в краткосрочной перспективе нам понадобится больше систем Патриот, чтобы доставить их в Украину. Накануне саммита, буквально за несколько часов, некоторые европейские лидеры, которые готовы действовать наиболее решительно, они собрались в штаб-квартире НАТО, где обсудили, как можно ускорить поставки ПВО. Марк Рюте в этом своем заявлении, он говорил о чешской инициативе, о чешской модели. Это была модель поставки снарядов, когда страны в частном порядке решали вопросы самых актуальных поставок. Видимо, эту модель и обсудил генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг, премьер-министр Нидерландов Марк Рюте, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Дании Мэтта Фредриксон. Мы знаем, что у нас есть системы в Европе. Часть из них теперь необходимо доставить в Украину. И я думаю, что ответ на этот вопрос, конечно же, положительный. И именно поэтому мы собрались здесь сегодня. И с этим посланием, я надеюсь, у нас будет время на заседании Совета провести очень конкретное обсуждение о том, как обеспечить большую противовоздушную оборону Украины. То есть уже отработанную схему доставки артиллерийской амуниции в Украину, закупку снарядов, это когда страны, они собирают сумму, и одна страна выкупает, предлагают применить и для противовоздушной обороны. Такая схема удобна тем, что некоторые страны, которые обладают нужными системами противовоздушной обороны, они не хотели бы напрямую их поставлять в Украину по тем или иным причинам. И поэтому такая схема может оказаться удобной для укрепления ПВО Украины. Студия. Спасибо, Виталий. Напомню, из Брюсселя Виталий Сизов, наш корреспондент, об итогах встречи лидеров стран Европейского Союза. Но тем временем Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к странам-членам Совета Европы, государствам-наблюдателям, а также Европейскому Союзу остановить все контакты с преступными путинскими властями. 87 голосов за. И подробнее о работе ПАСЕ и о важных решениях из французского Страсбурга в материале Олега Борисова. Несмотря на то, что во вторник была принята историческая резолюция о поддержке восстановления Украины, работа в ПАСЕ продолжается. И Украина на повестке дня. Речь идет об усилении давления на Путина, финансовой и военной поддержке Украины. Начну с первого. В парламентской Ассамблее Совета Европы была принята резолюция о смерти Алексея Навального и необходимости противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина. 87 голосов за. Эта резолюция усиливает давление на Путина и его преступления против демократии. В России у нас нет судебной системы, у нас нет права в стране, все уничтожено. И поэтому нам необходимо пользоваться, прибегать к помощи международных организаций, чтобы фиксировать эти нарушения для будущего. Мы говорим, знаете, о том, что очень важен будет трибунал для Украины. Очень важен будет трибунал, чтобы привлечь всех ответственных за акт агрессии против Украины и всех виновных в совершении военных преступлений. Но, откровенно говоря, нам, россиянам, такие суды тоже будут очень-очень нужны. У Украины, как я все время говорю, есть два варианта. А и Б. Оптимистичный и пессимистичный. При любом варианте Украина становится членом Европейского Союза и членом НАТО. Я в этом уверен. А у российской оппозиции есть только вариант А. И этот вариант А связан с победой Украины, с помощью Запада, которая необходима для этой победы. И, естественно, победа Украины, свобода России – это наш лозунг. Поэтому мы делаем здесь все, в том числе в ПАСЕ, чтобы Украина получила необходимую помощь не для того, чтобы сдерживать войска Путина, а для того, чтобы победить. Кроме того, ПАСЕ признала Российскую Православную Церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния. А патриарх Кирилл и представители РПЦ признаны соучастниками преступлений России против Украины. Подчеркну, подобная практика для ПАСЕ впервые. Также сюда с визитом прибыла канадская делегация, большие друзья Украины, которые поддерживают нас с первых дней полномасштабного вторжения. Франческо Сорбара, это член Палаты общин Канады, нам в интервью рассказал о том, что мир не должен дать Путину победить и сделать все возможное для защиты прав человека. Канада поддерживает Украину. Мы всегда поддерживали Украину и будем продолжать нашу поддержку. Конечно же, включая финансовую помощь, конечно же, включая военную помощь, восстановление Украины после войны. Канада демократическая страна. В Украине демократия. Путин – это советский режим, где нет демократии. Это авторитарный тиранический режим. Именно демократы должны быть сильными. Мы должны быть едины против тирании. Мы не можем позволить Путину победить. Мы должны поддержать Украину, украинский народ в борьбе за свободу, в борьбе за демократию и права человека. Но я знаю, что канадцы могут и хотят сделать. Они хотят оказать финансовую помощь, военную, на восстановление и на благополучие украинцев. У нас более миллиона наших граждан, более трех процентов наших граждан имеют украинское происхождение. Мы испытываем некоторые трудности с поставкой военного оборудования, которое мы обещали. Мы купили его, заплатили за него, а оно до сих пор не доставлено. Нам придется сделать шаг назад и подумать, как мы можем более оперативно реагировать. Далее задача украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы принять резолюции об усилении санкций. Спикером будет Елизавета Ясько. О дискуссиях и результатах обязательно первыми расскажем в эфире телеканала «Фридом». Соглашение о безопасности Украины с Соединенными Штатами Америки должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак по итогу совещания относительно подготовки соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. На нем присутствовали члены делегации, которые участвуют в переговорах по наработке, а также по подготовке международных договоренностей между Украиной и другими государствами. Во время заседания стороны обсудили элементы будущего документа и алгоритм действий после одобрения Конгрессом США военной помощи Украине. Норвегия анонсировала дополнительные почти 64 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине и Молдове при посредничестве международных организаций. Средства будут направлены, в частности, на обеспечение жильем людей, которые потеряли дома, помощь продуктами, питанием и питьевой водой, медикаменты для уязвимых категорий населения, таких как дети и внутренние переселенцы. В МИД Норвегии напомнили, что помогают также и с финансированием локальных организаций, которые занимаются гуманитарной помощью в прифронтовых районах. Около 6 миллионов евро выделяют для Молдовы, где до сих пор остаются десятки тысяч украинцев, выехавших из страны из-за войны России против Украины. Уже 20 стран мира присоединились к чешской инициативе, которая предусматривает закупку снарядов для вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. Министр финансовой страны заявил, что на приобретение боеприпасов только Чехия потратит от 500 миллионов до 1 миллиарда чешских крон. Ряд государств сделали взносы в снарядную инициативу тайно, не разглашая своего участия в проекте. В свою очередь, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Прага уже подписала контракт на покупку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Теперь Чехия работает над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов. Мы верим, что будет больше поставок. Нет никаких причин, почему мы не можем поставить еще 1 миллион в течение следующих 12 месяцев. Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика безопасности должна включать значительно большие инвестиции в защиту, чтобы сдерживать нападающего. Петр Фиала, премьер-министр Чехии. На передовой украинские бойцы охотятся на авиацию противника с портативными зенитными комплексами. Чем ближе к нулю, делают засады на российские самолеты и вертолеты. Иногда неделями ждут те 30-40 секунд, когда могут произвести выстрел и избить цель. О работе воздушных снайперов далее детально в нашем сюжете. Солидарское направление. Война на земле и война в воздухе. Это знаете, как охота. Иногда приходится месяцами ждать, чтобы уничтожить. Потому что ПЗРК, у них малый радиус действия, поэтому врага надо ближе подпускать. Авиация меняет поведение, пытается не залетать в эту зону поражения. Знаете, не просто сбить с ПЗРК самолет. Но Андрей сбил самолет. Российский Су-25. В руках у воина тубус от того же комплекса, который приземлил так называемого «Грача». Это его самая большая, как он сам говорит, цель. Гораздо больше сбитых дронов россиян. Я сбил самолет Су-25. Это тубус от ПЗРК «Перун» польского производства. Отлично себя показал в боевой работе. Наше подразделение уничтожило не один самолет. На нашем счету вертолеты, БПЛА. Враг проводил активные наступательные действия с применением авиации. Самолет залетел в зону поражения. Я отреагировал, навелся и выстрелил. И впоследствии узнал, что это подтвержденная цель. Из-за особенностей конструкции ПЗРК и скорости самолетов у оператора есть несколько десятков секунд на выстрел. То есть, нужна быстрая реакция и способность мгновенно концентрироваться. Смотри, смотри, как близко, пацаны. Давай, давай. Есть. Попал, попал. Первые 4 секунды система. Там гироскоп раскручивается. Это надо учитывать. И есть небольшой отрезок времени. Примерно секунд 40, чтобы отработать по цели. А потом вы такой возможности не имеете, потому что эта штучка, батарейка, заканчивается. Авиация залетает на считанные секунды. Летит квадрик. О, это наш. Но в последние месяцы здесь главная проблема не фронтовая авиация, а целые раи малых беспилотников. Больше их стало. Достаточно много. Долго было так, что ночью они не летали. А сейчас это для них нормальные условия. Теперь группы ПЗРК часто на короткой дистанции берутся за пулемёты и автоматы, сбивая квадрокоптеры и дроны побольше. У нас комбинированная система уничтожения. Есть РЭБы. Комплексы борьбы такие. Оборудование, подавляющее радиочастоты и стрелковое оружие. Автоматы и пулемёты. И это, в общем, даёт некоторые результаты. За каждую подтверждённую сбитую цель бойцам выплачивается премия. Ну и далее подробнее узнаем о ситуации на фронте и сводке Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Тактика стрельбы, оказание медпомощи и эвакуация. Украинские пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины. Особое внимание уделили перемещению на поле боя, занятию позиций и организации обороны. Также для максимального приближения к реалиям осуществлялась имитация авиационных и артиллерийских обстрелов. Часто мы немного дальше от нулевого рубежа и обеспечиваем прикрытие наших собратьев там, в частности, во время наступления. 71 боевое столкновение произошло на фронте за сутки, об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооружённых сил Украины. Четыре атаки пришлось на Купинское направление. Купинским нужен как логистический хаб. В контексте захвата Донецкой области, мы так захватываем, а мы никак не можем отделять Купинска от Донецкой области. В данном случае, в контексте их замыслов, они будут пытаться дальше продвигаться и захватить этот город. Купинск. Они пытаются на него наступать с лета прошлого года. Вокруг Сильковки нет общегося все это время. Соответственно, вот таким вот образом пока у них такие там успехи, если такими можно назвать. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Часов Яр, Константиновку и Углидар Донецкой области. Захватчики ночью лишились трех пусковых установок С-400, двух пусковых установок С-300, одной радиолокационной станции и склада БК вследствие ударов по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью по территории Джанкойского аэродрома. Подтверждается поражение новейшего комплекса С-400 с взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки. Из сообщения партизанского движения АТЭШ. Неспокойные в глубоком тылу России. На аэродроме в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Об этом сообщает украинская разведка. Там добавили, что противник использовал вертолеты для перевозки оружия и личного состава. Стоимость Ми-8 может составлять до 15 миллионов долларов. А в Казани тем временем горел авиационный завод. Беспилотники атаковали предприятия, где производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Работников эвакуировали. А в Росавиации заявили о временном прекращении работы нескольких аэропортов, в том числе и Казанского. Но и это еще не все. В Мордовии дроны атаковали радиотехнический узел одной из воинских частей. Удар пришелся по радиолокатору с дальностью обнаружения цели около 3000 километров и высотой обнаружения более 100 километров. Эта РЛС входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 456 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 710 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили 4 российских танка, 18 бронемашин, 15 артсистем и одно средство ПВО. Благодаря украинским военным захватчики также недосчитались почти 30 единиц автомобильной и спецтехники. На Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме. Это происходит из-за некомпетентности набранного российскими оккупантами персонала для работы на ЗАЭС. Об этом заявил исполняющий обязанности председатель управления Энергоатома Петр Котин. Он отметил, что из-за нехватки квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих. Котин подчеркнул, что оборудование атомной электростанции требует постоянных проверок согласно графикам. Кроме того, после перевода 4-го энергоблока АЭС в холодный останов у Энергоатома возникли опасения, что в нем обнаружили серьезные дефекты. Это большая угроза оборудованию. Из-за некомпетентных действий этого персонала постоянно фиксируются отказы оборудования. И ситуация постоянно ухудшается. Не проводятся в полном объеме ремонты и регламентные проверки. Петр Котин, исполняющий обязанности председателя правления на Экэнергоатом в эфире Радио НВ. Парламент Грузии в первом чтении принял скандальный закон на прозрачности иностранного влияния. Представители оппозиции Вотум проигнорировали. Впрочем, 83 голоса от депутатов провластной партии «Грузинская мечта» оказалось достаточно. Тем временем у здания грузинского парламента протесты против законопроекта об иноагентах не прекращаются. Накануне стало известно об избиении демонстрантов и журналистов в нескольких изданиях силовиками. Очевидцы с места события сообщают, что спецназовцы действовали достаточно жестко, преследуя протестующих на близлежащих улицах. Количество пострадавших уточняется и по данным полиции задержаны 11 человек. Россия начала выводить своих миротворцев из Карабаха. Эту информацию озвучили в Кремле, правда без деталей. Вместе с тем, по сообщениям азербайджанских СМИ, вывод всех российских миротворческих сил с территории Карабаха завершится через несколько дней. В России замедляется весенний призыв в армию, поэтому путинский режим расширяет агитацию. Ее распространяют даже в поездах. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Там добавили, что Кремль отдал приказ представителям в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Так в Российской Федерации пытаются распространить информацию, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины. Для агитации, среди прочего, привлекают и российскую железную дорогу. ГУР сообщает, что вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу российское оружие и технику. В марте в России суды вынесли около 700 приговоров за побег с военной службы. Такого большого количества еще не было. Многих, говорят правозащитники, после таких решений отправляют обратно на фронт. Но есть солдаты и офицеры, успевшие сбежать из страны. Журналисты агентства Associated Press поговорили с несколькими дезертирами из российской армии, которые отказались участвовать в войне с Украиной. Их истории далее в сюжете. Российский офицер Фархад Зиганшин оставил службу, когда в сентябре 2022 диктатор Путин объявил о мобилизации. Теперь он прячется в Казахстане. Фархад в розыске, а на родине ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он ждет решения о предоставлении ему убежища. Я понял, что я не хочу служить именно в такой российской армии, которая разрушает города, убивает мирное население, насильно присваивает себе чужие земли, территории. Еще один российский офицер скрывает свое лицо от камер, боится расправы российских властей. Признается, с войной против Украины был не согласен, а когда уезжал, выбросил военную форму в мусорный контейнер. Начальник штаба показал на уголовный кодекс, вот так книжку показал, и сказал, что либо ты садишься в тюрьму, либо ты едешь туда. У тебя два варианта. Я сказал, что ни тот, ни тот вариант мне не подходит. Развернулся и уходил, даже не спросил, можно ли мне выйти. А вот дезертир Евгений на войне с Украиной побывал и даже получил награды. Однако решил в войне не погибать и попросил товарища прострелить ему ногу. Так и выбрался из окопов. Личность Евгений тоже скрывает. Боится мести от Минобороны России. Оттуда можно уехать либо раненым, либо убитым. Убитым никто не хочет туда уезжать. Поэтому домой хотят все и свалить нахрен подальше оттуда. Поэтому, ну что парни, план Б. Солдаты натурально бегут. Бегут в больших количествах. В СМИ посчитали за последние два месяца в российских судах рекордное количество дел о дезертирстве. За март 24 года российские военные суды вынесли 684 приговора по делам о самовольном оставлении части. Медиазона выяснила это, изучив карточки уголовных дел. Таким образом, военные судьи выносили примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день. До рекорда в марте 24 года самым загруженным для судей был февраль. Тогда впервые в истории к ним поступило более 700 дел о самоволке. Решения были вынесены только по 583 из них. Темп не снижается и сейчас. За неполные две недели апреля вынесено почти 300 приговоров. С начала этого года в военные суды России поступило около 2300 дел о побеге со службы. Но Кремль умудряется отправить обратно и тех, кто попал в судебную систему, говорят правозащитники. В связи с тем, что идет мобилизация, наказание по статье дезертирства было увеличено поправками Государственной Думы в 1922 году. Соответственно, грозит вообще по этой статье до 15 лет. Но суды действительно выносят условные приговоры с условным наказанием для того, чтобы была возможность отправлять пушечное мясо на войну. Там они попадают в подразделения, которые, скажем так, с одной стороны находятся на линии фронта, с другой стороны заградотряды. Там уже деться никуда нельзя. Ну и таким образом суды пополняют этот кадровый резерв тающей российской армии. Как посчитали в медиазоне, только с момента мобилизации в российских судах рассматривается более 7 тысяч дел против солдат, самовольно оставивших часть. На самом деле, уверены российские журналисты, дезертировавших военных гораздо больше. О многих ничего не известно, так как на них не заведены судебные дела. Германия тем временем разрешила искать защиты в своей стране, бегущем от военной службы россиянам. А французский суд позволил претендовать на статус беженца тем, кто отказывается воевать против Украины. Под Харьковом завершают строительство укрытия, в котором смогут разместиться 400 человек. Особенность защитного сооружения в том, что в случае опасности люди смогут находиться под землей целый месяц. На это время хватит запасов еды, еды и топлива. Сейчас внутри идут отделочные работы. По информации Харьковской областной военной администрации, которая курирует строительство, полностью бомбоубежище планирует стать уже в мае. С подробностями Наталья Белокудря. Это бомбоубежище высшего класса, рассчитанное на 400 человек. Его кодлован был вырыт осенью 2023 года. И с того момента строительство укрытия не прекращалось ни на день. Данное бомбоубежище предусматривает бесперебойное нахождение людей на протяжении одного месяца. То есть свет, вода в автономном режиме, это все может работать. И люди могут тут существовать, так скажем. На данном этапе мы заканчиваем внутренние все коммуникации. То есть это освещение, вода, тепло, вентиляция. Все это готово на 90%. Кроме основного помещения, где могут находиться люди, есть еще 10 вспомогательных. Туалеты, склады, есть подъемник для людей с ограниченными возможностями. В так называемой фильтрационной комнате смонтирована система очистки воздуха, которая будет поступать сюда с улицы. По словам исполнителя строительных работ, такая система вентиляции в гражданском строительстве редкость. Но команда справилась. Война заставила немножко другими вещами заниматься. Жаль. Хотелось бы, конечно, для детей, для людей строить жилплощадь. Ну, приходится бомбоубежище строить. В разное время над возведением убежища трудились до полусотни специалистов. Алексей, дежурный электрик, работает здесь с первых дней начала строительства. Говорит, его задача обеспечить непрерывную подачу электричества на объект. Даже когда россияне нанесли удары по ТЭЦ, которые питают Харьков и Харьковскую область, они не прекращали работать. Ну, да, у нас генераторы есть. То есть, будет бесперебойная подача электричества. Надеюсь, что будут пользоваться, а укрытие надежно. Планируется, что после завершения строительных работ в этом бомбоубежище можно будет организовать учебный процесс офлайн для учащихся лицея, в котором до войны занимались дети со всего региона. Это действительно важно, потому что дети уже соскучились по общению, соскучились по учёбе, когда они видят всех. Это социализация детей, социализация всех вместе. Соскучились и педагоги по обучению. Поэтому это очень важно, но безопасность – это первоочередное. Полностью завершить строительство этого бомбоубежища планируют в мае. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Сенегубова, общая стоимость объекта – почти 73 миллиона гривен. Средства выделены из Фонда ликвидации последствий вооружённой агрессии и областного бюджета.